Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке и о товарищеских матчах, которые проводит красно-белая команда. Сегодня состоялась очередная встреча против футбольного клуба Уфа, так на секундочку. Да, Уфа возродилась, там сейчас новый проект, уже без Шамиля Газизова и, возможно, с не такими понятными перспективами на будущее, как хотелось бы уфимским болельщикам, но, тем не менее, команда вновь запускает свой проект, команда сейчас будет готовиться к сезону в первом дивизионе, ну, в бывшем ФНЛ, так что, надеюсь, в ближайшее время Уфа все-таки покажет себя уже на серьезном уровне. в чемпионате России, либо в кубке высшей лиге и так далее. Так что, будем надеяться на возрождение Уфы, но все-таки сейчас, конечно же, мы будем больше говорить о Спартаке. Правда, информации об этой встрече у нас откровенно мало. Все потому, что эта игра была закрытой, и та инфа, которая у нас имеется, это состав команды, который мы сейчас обсудим, плюс трансляция, которая велась на одном, я так понимаю, не совсем законном ресурсе, который предлагает всякие незаконные трансляции в видеоформате. Ну и там видео не было, но зато там была лайв-трансляция с этой игры. Как видим, у них там есть свои люди, свои какие-то журналисты, инсайдеры, которые сообщали о том, что происходит на данной встрече. Так что, афишировать этим ресурсом не буду, потому что он считается на YouTube немножко пиратским. Просто здесь я буду использовать информацию из этого источника. Это, наверное, единственное, что у нас сейчас есть касательно того, как сама игра проходила. В общем, на основе всех этих данных сейчас попробуем разобрать эту встречу и попробуем разобрать победу Спартака над Уфой. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором я регулярно выкладываю статьи и заметки на футбольную тематику. Там же вы можете получить еще и очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, а именно фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там вы получите все нужные инструкции на моей телеге и получите тот самый подарок. В общем, не затеряйтесь. Ну и вообще, проходите на мой телеграм-канал, там много всего интересного. Ну а мы сосредоточимся на игре. Итак, если говорить о стартовом составе, то вот он напоминал тот состав, который вышел во втором тайме у Спартака в предыдущей товарищеской встрече. Там, напомню, красно-белые использовали максимально широкую обойму. В основе вышли, ну, наверное, ведущие исполнители с некоторыми корректировками. Ну а по ходу второго тайма, по-моему, на 70-й минуте произошла массовая перестановка, и у Спартака вышел, так скажем, резерв. Ну и плюс-минус вот этот резерв сейчас провел еще одну встречу в рамках вот этого предсезонного сбора против Уфы. Встреча была коротенькая. Насколько я понял, здесь два тайма по получасу прошло. Ну и в целом хотелось бы отметить, что это, как видим, такая дополнительная доза футбола, которая была нужна тем самым резервистам. Опять же, напоминаю, что недавно у Спартака был матч с Актобе товарищеский, и вот там во втором тайме на 70-й минуте вышла вот эта запасная обойма. Ну и во многом эти же футболисты вышли сейчас против Уфы. То есть здесь, как видимо, была такая задумка, чтобы и основная обойма, условно говоря, и резервисты в итоге за несколько дней получили примерно соизмеримый объем игровой практики. Ну то есть это такой, знаете, десерт, аперитив или добавочка для вот этих резервистов. Поэтому тут, не удивляйтесь составу, он получился максимально неожиданным. Итак, на воротах Селихов. Ну то есть тут уже сразу понятно, что это не самые ведущие сочетания. В центре защиты Егор Гузиев, товарищ и Репчук на флангах, как видимо. Ну, я не видел этот матч, понятное дело, но судя по составу, именно так защита и выглядела. Ну и собственно, да, товарищ Гузиев и Репчук, это те самые футболисты, которые по ходу матча с Октобе вышли на 70-й минуте. И плюс здесь же Сержан Бабич, который, кстати, отыграл матч не полностью, на 36-й минуте его заменил Максим Никифоров. И вот тут, ну, сами понимаете, Никифоров в Спартаке, это прям удар ниже пояса. В том плане, что олдскульные слезы потекут по нашим щекам. Ну вот ей-богу, даже приятно иногда видеть такое, что в составе Спартака, например, появляется Никифоров. Это трогательно, согласитесь. Такая вот отсылочка к легенде 90-х. Что касается центра защиты, здесь появился Бабич, который недавно вернулся с Евро, так что он включился в общий игровой ритм. И здесь, в принципе, мы видим, что потихонечку присоединяются вот эти футболисты к общему делу, к общим сборам. Плюс к этому у Гальде, который участвовал в Кубке Америки, также прибыл. И мы видели запись, где он, так скажем, приветствует нового тренера Станковича. Так что в ближайших товарищеских матчах Спартак уже будет, наверное, плюс-минус уже приближен к оптимальным сочетаниям. А у Спартака впереди еще товарищеские матчи будут. И не исключено, что там больше одного матча, потому что пока что, я так понял, заявлен один матч у Спартака товарищеский с московским Динамо. Но мне кажется, что там еще встречи все-таки будут, так или иначе. Касательно других нюансов. В полузащите. Кто у нас тут появился? Умяров, Пруцев, Абдулло Джебов, Хесус, Медина и впереди, как видимо, Зиньковский плюс Милешин. Ну то есть, опять же, на тему предыдущего матча, на тему матча с Октобе, это плюс-минус те же самые футболисты, которые там появились на 70-й минуте. То есть здесь единственные такие серьезные перестановки, это то, что в том матче появился Даниил Плотников по ходу игры, а здесь вышел Хесус Медина. То есть, по сути, за исключением двух футболистов, здесь состав Спартака полностью повторил резервную обойму, которая на 70-й минуте появилась в матче против Октобе. Ну и что хотелось бы сказать по этому составу. Здесь очевидно, что Спартак продолжает эксплуатацию схемы в четыре защитника. Поэтому те, кто предполагал, что Станкович, возможно, будет использовать тройку, ну, они, наверное, промахнулись в своих прогнозах. И да, у Станковича был момент, когда он в Самбдоре итальянский играл в трецентральных, но это отдельная тема для разговора. Там и команда была кризисная, принятая по ходу сезона, и сама команда подстраивалась под эту схему. А так-то Станкович — это почти всегда четыре защитника. Плотное середина поля — это то, что действительно заметно по Станковичу, то есть у Мяров-Пруцев в центре. И, как бы это сказать, в принципе, это было ожидаемо, учитывая то, что Станкович сам в прошлом великолепный центральный хаффбег, и здесь он будет уделять особое внимание середине поля. Поэтому тут, мне кажется, сочетания будут достаточно плотными. Здесь не исключено, что периодически Спартак будет пытаться играть с закрытой серединой. Ну, например, типологии Литвинов-Пруцев-Мартинс, условно говоря, с такой вот троечкой. Я допускаю такие варианты. Либо какие-то иные сочетания с большим количеством разрушительных мощностей, чтобы сдерживать атаку соперника. Так что тут оборонительная составляющая в центре поля, наверное, будет достаточно серьезной. Что касается атаки, обращает на себя внимание появление Милешина. С первых минут сейчас Вильян Жозе, новенький нападающий бразильский, был заявлен на эту встречу. Во всяком случае, на большинстве сайтов он отмечен как запасной. Но на поле, судя по всему, так и не появился. Поэтому сейчас Милешин является, условно говоря, вторым нападающим красно-белых. Который должен себя проявлять, показывать себя. И в этом матче, кстати, он забил единственный мяч и принес победу. И тут многие, опять же, кто видел эту встречу вживую, отмечают, что удар у Милешина получился отличным. Так что центральный нападающий старается и в контексте всех вот этих слухов про то, что Спартак может обменять Соболева в зенит на кого-то или просто продать Соболева в зенит. Ну вот Милешин, возможно, в том числе и пытается этим воспользоваться, показать, что в случае чего он может быть резервным нападающим за спиной у Вильяна Роши. Хотя тут, конечно, и у Гальда нельзя исключать. Он тоже в центре нападения может сыграть. Но тут еще и, кстати, Николсон, по слухам, вернется. В общем, такими темпами у Спартака здесь толпа нападающих будет ближе к концу летних сборов. Касательно самой игры, ну опять же, если ориентироваться на текстовую трансляцию на том самом сайте, немножко пиратском, то там указано, что Милешин забил потрясающим ударом, что Спартак в целом стремился играть первым номером, но без лишних энергозатрат, то есть команда действовала в эконом-режиме, и, возможно, поэтому, за исключением забитого мяча, тут мало чего выделяется из каких-то опасных эпизодов. То есть здесь, как видимо, для Спартака это была действительно полуразминочная игра, часть подготовки и не более того. Желания показать себя особого здесь не было, тем более, что матч нигде не транслировался, и тем более, что в соперниках Уфа, который только-только начинает сейчас возрождаться. То есть это такая вот не просто товарищеская игра, а игра в рамках такого, знаете, тренировочного этапа подготовки. Такая расширенная двустороночка, где в рамках двухсторонки против вас уже играет другая команда, а не ваши же одноклубники. Но, тем не менее, учитывая разницу в классе, здесь Спартак в полутоварищеском, полутаком, знаете, тренировочном темпе, как видимо, и добился своего, что, впрочем, не было какой-то приоритетной задачей. Возможно, если бы ближе к концу матча Спартак не вел в счете, возможно, они бы попытались додавить своего оппонента, ну, в том стиле, что ничья с Уфой, но это даже в рамках товарищеской встречи все равно было бы воспринято как позор. А тут, ну, получается, выиграли, победили, хотя, судя, опять же, по той информации, которая есть, матч был, откровенно говоря, сонным. В общем, вполне себе в духе чемпионата Европы, который мы сейчас наблюдаем. Низкий темп, малое количество опасных моментов и все в этом духе. Будем надеяться, что дальше Спартак предстанет в более ярком виде, и мы поймем, чего стоит команда под руководством Станковича. А пока какая информация есть, ну, собственно, я ее сейчас и огласил.